Здравствуйте! Вы смотрите журнал происшествий, сборник шокирующих и необычных ЧП. Самой актуальной темой недели уже который раз за зиму стала непогода. Три дня в Алтайском крае бушевал сильный ветер и сыпал снег. В крае объявлен режим ЧС. Почти два дня было закрыто движение транспорта по всем направлениям. К счастью, в этот раз удалось избежать серьезных происшествий. И если автомобили попадали в снежные ловушки, помощь приходила быстро. У всех путников была возможность погреться в пунктах временного обогрева, которых в крае работало больше 30. В село Новониколаев Корупцовского района сотрудники МЧС помогли на снегоходе добраться акушеру-гинекологу к роженице. Дорога в село была заметена. Сегодня погода угомонилась. Утром открыли федеральные трассы. Но 16 дорог регионального и межмуниципального значения все еще были закрыты. В период непогоды сотрудники полиции Алтайского края работают в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции региона проводят постоянный мониторинг состояния дорог на наличие брошенного транспорта, оказывают необходимую помощь участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию. Сотрудники Госавтоинспекции Алтайского края рекомендуют водителям быть предельно внимательными и аккуратными, учитывать поведение на дороге в непогоду, а также соблюдать дистанцию и снижать скорость на опасных участках. Вероятно, непогода стала причиной гибели за сутки пяти человек, которые пытались согреться. Из-за перекала печей или обогревательных электроприборов происходили пожары со смертельным исходом в Михайловском районе, Третьяковском, в Барнауле, а в селе Утянка Хабарского района мужчина отравился угарным газом из-за закрытой задвижки в печи. На этой неделе в сводки происшествий попали два случая разборок на любовной почве. В селе Первомайском Бийского района мужчина сжег машину бывшей жене. Таким образом он пытался убедить женщину возобновить отношения. О втором случае и о других ЧП расскажет Кирилл Политов. В Рубцовске полицейские разыскивают 30-летнего мужчину, который покалечил легковой автомобиль, принадлежащий бывшей сожительнице. Экс-возлюбленные поссорились, после чего парень порезал четыре колеса и разбил лобовое стекло машины. Теперь в сложностях взаимоотношений приходится разбираться правоохранителям. Сначала ему показалось, что это удача, но после стала ясно уголовная статья. В Новоалтайске полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька. Его владелец оставил на прилавке магазина, пока совершал покупки. Другой парень схватил кошелек, в котором было 3000 рублей и скрылся. Найти вора полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. Дачный сезон еще не начался, а в полицию Барнаула уже начали поступать заявления о кражах из дачных домиков. И стражи порядка уже задержали группу молодых людей, которые орудовали в садоводствах. Все трое раньше уже были судимы за подобные преступления, сейчас их проверяют на причастность к другим кражам. Крадут не только у взрослых, но и у детей. И современные технологии позволяют это делать без физического контакта, списывая деньги со счета в детской интернет-игре. Аферисты прикидываются малышами, а сами по-взрослому устраивают ловушки для маленьких игроков, убеждая в необходимости пополнить игровой счет в интернете. Наша коллега Юлия Агадар расскажет, как ее дочь играючи рассталась с деньгами. Вот так ее научили на этом сайте. Сказали, если у тебя денег нет, ты отправь смс бабушкам, дедушкам, тетям, попроси на 8 марта или 23 февраля, чтобы они тебе прислали такой подарок. В общем, она насобирала 600 рублей и загрузила их в игру. И та девочка, ну, я думаю, что это взрослый человек, который притворялся девочкой, ей написала, что я тебе сделаю все, что угодно, там тоже можно обмениться какими-то призами, если ты возьмешь и поменяешь пароль на этот. Ева тут же поменяла пароль и удалили и ее аккаунт Евы, и эта девочка сразу удалилась, и денег там тоже моментально не стало. И вот, ну, буквально несколько минут, она собирала несколько дней по инструкции эти деньги, и за несколько минут их лишилась, очень сильно плакала, конечно. Думаю, здесь нужно предупредить родителей, что вот именно на таких, на детских сайтах, чаще всего, находите недобросовестные взрослые люди, которые пользуются доверчивостью детей, и нужно смотреть, во что ребенок играет, с кем он переписывается, объяснять им, что нельзя давать свой номер телефона, нельзя давать пароль, и слушать тех людей, которые присылают тебе сообщения. Санкционные окорочка и поддельная обувь. Далее расскажем о том, какие попытки нарушения закона правоохранители пресекли на границе. Сотрудники Алтайской таможни не допустили к продаже в нашем регионе партии обуви из Китая, на которой нанесена маркировка, очень похожая на известный бренд Гуччи. Экспертиза показала, что товар-подделка, 800 пар ботинок конфискованы. А сотрудники Россельхознадзора вновь уничтожили мясо, которое было произведено в Америке. 255 килограммов окорочков без сопроводительных документов, но с маркировкой США пытались ввести из Казахстана в Алтайский край граждане России. Все санкционное мясо сожгли. На этом наш выпуск завершен. Хороших вам выходных, мужчин с праздником. Увидимся через неделю.